Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Итак, дорогие друзья, наш эфир продолжает программа Игоря Цесарского радиоблог. Игорь, добрый день. Добрый день, Александр, и добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, сегодня 17 мая, мы начинаем неделю, очередную неделю. И вот в начале этой недели, как всегда, радиоблог. Прежде чем я начну и представлю своего сегодняшнего гостя, я хотел бы поблагодарить, я думаю, к этому, к этой благодарности с удовольствием присоединиться и радиостанция «Народная волна», и многие другие организации Чикаго за то, что вчера люди неравнодушные, люди, которые соответствуют тому, что происходит в Израиле, посетили митинг, который происходил в Бафлогрове. Ну и, в общем-то, репортаж об этом митинге в том числе появился и в «Континенте». Я думаю, вы получили, многие из вас, кто подписан на наши рассылки, ну или видели в Фейсбуке. Так или иначе, спасибо всем, кто был вчера и кто поддержал это нужное дело. А сегодня мы продолжим разговор, я сразу скажу, что в гостях сегодня профессор Андрей Знаменский, это профессор истории из Мемфиса, штат Теннесси, и мы буквально вчера записывали, сегодня утром у нас появился очередной ролик на нашем YouTube-канале, на нашем подкасте, в ТВ-клубе «Континент», вы тоже многие знаете о нем и слушаете какие-то, я надеюсь, передачи. Так вот, вчера мы интересную тему затрагивали, тема касалась цензуры, тема касалась происходящих, естественно, событий в стране, и самое печальное, вот то, что происходит, это молчание. Молчание вот такого большинства наших соотечественников, которые вполне возможно, мы очень даже допускаем, не согласны с тем, что происходит, не согласны с изменениями в идеологической сфере, в образовательной, в каких угодно еще. Так вот, мы с Андреем просто договорились, что сегодня мы сделаем продолжение этого вчерашнего нашего разговора, постараясь не повторяться, а вы, в свою очередь, сможете вернуться к нашей вчерашней беседе, если вы зайдете на YouTube и наберете ТВ-клуб «Континент», она как раз сейчас, скажем так, последняя, мы не говорим, но крайняя уж точно, и сегодня у нас будет продолжение этой темы. Андрей, добрый день, рад тебя в очередной день видеть, слышать. Добрый день, Игорь, рад приветствовать всех наших слушателей, и рад продолжить разговор. Хорошо, вот мы дали вчера некоторые примеры, но буквально вот сегодня уже у нас очередная, как я уже сказал, была рассылка наших материалов, очередные новые публикации в нашей интернет-газете «Континент», и в том числе, если ты ее получаешь, ты тоже видишь это, ну, это далеко не единственный источник твоей информации, но тем не менее, ты наверняка видел два материала, которые о конкретных людях, уже пострадавших. Так вот, не кажется ли тебе, вот, ну, может, если кто-то захочет, мы расскажем, о чем идет речь, там, один военный, и один офицер полиции, которые просто оказались за бортом своих, в общем-то, своей службы? Вот так, резко, и, как говорится, выперли, не задумываясь. Так вот, не кажется ли тебе, что вот это молчаливое большинство, просто оно обусловлено тем, что люди пребывают в страхе, и не кажется ли тебе это странным для Америки, в которой мы знали совсем другое? Ты понимаешь, Игорь, вот, продолжая наш вчерашний разговор о цензуре, я должен затронуть такую вещь, о которой все знают, но о которой мало говорят. Это вот всем известная американская толерантность, когда Америка исторически привечала всех и вся у себя на земле, она сейчас оборачивается против самих Соединенных Штатов, то есть, можно даже сказать, американцы стали жертвой своей толерантности, потому что, в отличие от прошлого века, когда социализм вел какие-то классовые бои, призывал там людей на баррикады, ну, сейчас тоже, конечно, и погромы есть, и все, но главное оружие левых, это вот именно эта пресловутая толерантность, когда они проводят свою политику, свои какие-то программы, обосновывая это не тем, что мы должны кого-то убить, забить, завоевать, нет, помилуй Бог, наоборот, это объясняется вот чем, это объясняется человечности, это объясняется якобы гуманности, и это объясняется медицинскими какими-то целями. Помнишь, мы вчера как раз говорили о том, что как вот эти пресловутые локдауны, они работали вот на эту левую тусовку, они их могут использовать, медикализируя, можно сказать, весь наш дискурс, опять я, извините, использую такое ученое слово, когда любое, скажем, твое несогласие с существующей системой, это объявляется нездоровым элементом, или ты нездоров ментально, или ты физически нездоров, и тебя надо лечить. Вот у меня знакомый, кстати, профессор, ну, естественно, его никуда не пускают, и его два года назад на пенсию отправили, он в маленьком колледже преподает, зовут Пол Готфрин, он опубликовал книгу под названием «Американская терапевтическая демократия», где вот он как раз говорил о том, что мы все больше и больше лечим людей, лечим в кавычках, не через какую-то ненависть, как вот раньше был, национал-социализм, там большевизм, а через любовь, в кавычках, сейчас левый получает доступ к сердцам людей, но это любовь, это троянский конь левых. Почему? Потому что они нашли сейчас в Америке очень хороший конек, вот этот троянский конь. Это тема расы и рабства. Как это получилось, мы знаем, многие знают историю США, что они посыпают соль вот на эти расовые раны. А делая это, они запугивают американцев, потому что, если, скажем, какой-то американец отказывается каяться за вымышленное или реальное преступление, скажем, предков там, ну, я хочу напомнить, что 80% людей, которые живут в США сегодня, они ничего не имеют общего, и их предки ничего общего вот с этим пресловутым рабством, расовым угнетением, ну, ладно, допустим. Ну, хорошо, даже те 20%, пардон, тоже никак не связаны персонально никак не связаны, но они бьют на раны, посыпают соль и говорят, если ты отказываешься каяться, то ты уже расист, по факту. И поэтому американец обычный, если, конечно, он не иностранец, я об этом скажу отдельно, американец обычный такой, он замолкает, он боится об этом говорить. Помнишь, я несколько раз напоминал у тебя в программе на континенте, что, чтобы нашим русскоязычным слушателям, особенно там в Украине, там в Белоруссии, в России, кто нас слушает, в Америке кто живет, они понимают все это. Но надо с чем-то сравнить. Вот помните, в Советском Союзе все понимали, что вот Советский Союз, коммунизм, это лабуда, это лабуда. Но все как бы боялись об этом говорить. Говорили только на кухнях, там, шепотом. Вот примерно так же о расовых вопросах Америки. Вот это вот первое оружие вот этих вот левых, которые нам пытаются нарезать критическую теорию, расовую критическую теорию. Напомню, опять уже 20 раз напоминал, что это такое. Это попытка внедрить в средние школы, в университеты специальные программы, когда людей, которые не принадлежат к цветным меньшинствам, их заставляют каяться, а все рабочие учебные коллективы заставляют распределять себя по шкале угнетения. Там, ты принадлежишь группе угнетателей или угнетенных. Если группе угнетателей, ты должен каяться, а если группе угнетенных, ты должен свое расовое сознание поднимать, осознать, что эти черные, там, мексиканец. Вот. Вот об этом речь идет. Если люди отказываются этим заниматься, а сейчас мы тоже будем говорить через некоторое время, когда и белые, и черные, и испанские американцы у нас есть, которые бросают вызов этой системе. Так вот, дорогие друзья, во многих штатах, если вы отказываетесь от этой вот критической расовой теории, каяться, отказываетесь, то вы объявляетесь расистом, если вы не согласны с этим. Вас сразу автоматически объявляют расистом. И человек сразу замолкает. Вот это вот страшное оружие. Он сразу тушуется, как-то все. Второй момент здесь есть, Игорь. У этого пресловутого антирасизма, в кавычках, критической расовой теории, есть еще мощное такое оружие. Они используют историю очень сильно. Они говорят людям, было рабство в Соединенных Штатах? Было. Угнетали индейцев, нападали на них там на Дальнем Западе, захватывали их земли? Захватывали. Плантации были? Были. Согласны с этим? Согласны. Все. Значит, американская система поганая, ее нужно переформатировать, ее же нужно убирать. Вот, помнишь, мы с тобой говорили, проект 16-19, именно на этом и основа. Они говорят о чем? О том, что все современные американские институты, их ноги выросли, вот из этого, из пресловутого, поганого, расового, рабского прошлого в Америке. Ты понимаешь? Серьезно, ты же вот историк, ты многое и писал, и работал над этой тематикой, то есть, американская история для тебя не закрытая книга, как для многих вот людей, которые, скажем так, чего-то могут и не знать, особенно, ну, иммиграцию возьми. Но, тем не менее, мог ли ты предположить ранее, что те вещи, которые, ну, не то, что незыблемые, все можно рассматривать под каким-то углом новым зрения, но есть то, от чего отталкивается, как бы, вообще, развитие страны, национальное самосознание и так далее. То есть, если совершить вот эту подмену, о которой они сейчас говорят, то практически можно говорить уже о другом государстве. Да. Абсолютно. То есть, декларация независимости, которая всегда была вот тем самым, да, точкой отсчета, она уходит в сторону. Это не главное. Получается так? Да, именно так. Почему? Потому что вот эта критическая расовая теория, которая в центр ставит не индивиду, а группу, она рассматривает американская конституция как продукт белой западной цивилизации. И эта конституция должна быть уничтожена. Они прямо об этом не говорят, но наиболее радикальных лидер, да, они об этом заявляют. Но открыто американцам они это не говорят. И почему? Потому что они знают, что большинство американцев пока еще у них мозги не настолько промыты, чтобы они это поддержали. Поэтому все вот они обосновывают тем, тем, что мы должны воспитывать в себе не просто толерантность, а мы должны каяться. Что конституция, посмотри, Игорь, они не говорят, что нам надо ее убрать. Они говорят, что конституция это живой, дышащий документ. Вот. И поэтому, да, 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 поскольку все течет, все изменяется, поэтому мы должны все сейчас изменить. Это должно измениться, понимаешь, какая штука. Должно измениться не в сторону усиления прав индивидов, а в сторону вот этого трибализма такого, когда людей мы разделим по группам и каждой сестре по серьге, а тем сестрам, у которых больше было, мы им ничего не дадим, а тем, кто объявится неимущим, мы им много дадим. Вот отсюда вот эта концепция белых привилегий проистекает. Помнишь, Игорь, да, когда говорится, что белое общество, все белые люди изначально, независимо, где они живут, они обладают привилегиями. А черные, мы тоже не смотрим, где они работают, что делать, они все составляют угнетенную массу. Вот так вот они поделили в духе старой доброй марксистской традиции, есть группа угнетателей, угнетенных, а сейчас мы давайте отберем вот так называемых угнетателей и передадим этим так называемым угнетенным. Вот на этом и рассчитана дальновременная политика этой теории. А как же не говорить об угнетенных? Вот, допустим, Мишел Обама, очень угнетенная женщина. Правда? Да, очень угнетенная. Вот за очередную книгу она как угнетенная получила свои 50 миллионов. Но она при этом боится детей выпустить на улицу, ты понимаешь, своих? Именно, да. Потому что им угрожает вот кто? Вот те самые внутренние террористы, белые зубримасисты и так далее. Но самое интересное другое, понятно, в этом смысле я бы сказал сарказм, но тут другой момент интересен, он заключается в том, что люди сознательно молчат, но при этом создают все большие предпосылки для того, чтобы сделать вот эти все вещи необратимыми. Не кажется ли тебе это? Да. Почему они хотят сделать необратимыми? Потому что они знают, что поддержка массы у них никогда не будет. Помнишь, мы с тобой вчера говорили как раз о том, что да, вот эти все байденские вертолетные деньги можно разбрасывать и да, на это можно купить большинство людей, к сожалению, на вэлфер, на социалку можно подсадить, но людей ты никогда не подсадишь, когда им в нос будешь тыкать и говорить, ты поганый белый, ты должен каяться и сколько бы ты не каялся, ты всегда будешь перед нами виноват. Это не пройдет. То есть долговременно это не может работать. Это уже не просто психику людей убивает, а это их настраивает против. Они уже начинают в какой-то момент когда их бить постоянно палкой, там начнется какой-то такой период, когда они уже не все, но с колен начнут подниматься. И вот смотри, мы видели такие цифры. Перед тем, как погромы БЛМ, Антифа начались вот в июне прошлого года. Знаешь, сколько БЛМ поддерживал, которые были охмурены вот их пропагандой БЛМ-овской? До 35% американцев высказывали или симпатию, или говорили, да, там вот мы с ними согласны, там в той или иной мере 35%. Всего? Всего, да, но это уже много, много игр. Это не только либеральная часть, это общее, это вот такое. Общее американское, да, это общее американское. Потом смотри, прошли прогромы, и люди увидели, что это такое. И уже к декабрю только 6% американцев поддерживал БЛМ, 6%. Но в их числе вся мейнстрим пресса, в их числе все миллиардеры, Безос, Цукерберг, Гейтс и так далее, они же все не просто поддерживают, они выдают определенные кредиты. Какие кредиты? Они дают деньги. вот мы печатали про эту лидершу БЛМ, которая уже 4 дома купила. Патриша Каваш, да, нам тут же наши оппоненты говорят, ну, наверное, вы завидуете. Да, да. Страшно завидуем, конечно, но вы задумайтесь, какие негодяи вообще вот всеми этими вещами рулят. И дайте оценку правильную. Ну, смотри, 6 процентов, а тем не менее, какой вокруг этого вообще как бы шум идет бесконечный, какие вот эти коленопреклоненные дела в спорте и везде и всюду, не только у нас в стране, это же перекинулось и за океан тоже. Вот, Игорь, тут два момента, ты очень хорошо поднял эти вещи, потому что мы здесь должны говорить о двух моментах. Последний момент, который отметил, о деньгах, я об этом тоже специально скажу. И вот первый вопрос, который ты задал, а почему же, несмотря на 6 процентов, мы находимся в плену вот этого монстра такого? Так вот, отвечая на твой вопрос, да потому что большая часть нашей политической системы, экономической системы и особенно культуры контролируется вот этими 6 процентами, которые смогли захватить мейнстрим наш. и поэтому, смотри, Игорь, сам разговор о белых привилегиях, он уже не просто абсурден, он глупый, он не имеет никакого смысла, потому что если по-большому и по-честному говорить, то мы видим уже здесь не какие-то белые привилегии, а мы можем говорить о черных привилегиях, мы можем говорить о каких-то привилегиях американцев испанского происхождения. Я вот, чтобы не быть опять-таки голословным, любой такой пример конкретный, он убеждает людей лучше всего. Вот, напомню вам, два года назад был такой американский актер по имени Джесси Смолетт. Он играл рабов в беглых фильмах, сериалах, мало кого знал кто, ну, смотрели, у него был небольшой просмотр до 100 тысяч, популярность его падала, он решил поднять свою популярность. Он имитировал, нападение на себя, белых расистов, он подговорил. А ты эту историю многожды разговариваешь. Да, много, но я напомню, почему, потому что надо ее напомнить. Он подговорил двух нигерийцев, заплатил им и проиграл этот вот, ну, сериал такой новый, там, они его как бы бьют, вот, говорят ему, что ты поганый голубой, ты нехороший черный, там, избивает его, и он подает в полицию, и начинается хайп, показывает его по всем телевизионным каналам, он собирает большие очки, все ему симпатизируют. Так вот, дорогие друзья, вы знаете, таких случаев по Америке, мы вот знаем, Джесси Смоллетт, есть специальный веб-сайт, их сейчас до 351 случай зафиксировано. Вышла по этому поводу книга, если вы читаете по-английски, она называется вот этот вот, ну, фейковые преступления ненависти. Тут вот говорится как раз о таких фейковых, расовых, в кавычках, преступлениях, когда люди заявляют ФБР, полицию и говорят, мы стали вот этими жертвами якобы преступления. Для чего? Для того, чтобы себе моральный капитал создать, финансовый капитал и чтобы им все симпатизировали. Книга написана Уилфредом Рейли, черный политолог из университета Западного Контакте. Вот, пожалуйста, вам, если английским языком владеете, очень просто написано, прочитайте эту книгу, у вас волосы будут дыбом вставать, дорогие друзья. А о чем я, Игорь, говорю, зачем все это я обсуждаю? О том, что, смотрите, если мы имеем у нас в политической жизни, в нашей социальной жизни группу людей, которые притворяются жертвами, зачем вопрос, что они это делают? Значит, это им что-то дает. Ведь никто же не притворяется куклук-склановцами или какими-то расистами. Вот так вот по-большому. То есть ответ... Вот, Игорь, я тебе просто опять говорю, простой такой вопрос. А почему сейчас в той же России перенесемся, скажем, у нас масса этих фейков-ветеранов, которые говорят, вот я орденоносец, нацепляют на себя, выходят и в школы приглашают, да, они говорят там, это как бы, они на подводных лодках служили, а этому ветерану там 55 лет, 65 лет, они чуть-чуть там шипали. Да, 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 не так давно, Игорь, правда, 10 лет назад в университете Бостона белый профессор, он себе целую карьеру сделал, он на своих занятиях по американской истории рассказывал, как он вместе маршировал с Мартином и Лютером Кингом, как его полиция из бронзбойтов там питами били, собаками травили, потом выяснилось, что ничего этого не было, а человек стал, объявил себя таким старым большевиком, ветераном. Вопрос, зачем люди это делают? Никто бы это делать не стал, если бы им не давал привилегии. Вот, кстати, вопрос о черных привилегиях. У нас есть, кстати, сенатор по прозвищу Покахонтас. Да. Она тоже отнюдь не отказалась от всего того, что она получила благодаря фейку о своем происхождении. То есть, все используют так или иначе. Но смотри, что получается. Те люди, которые бросают вызов вот этой системе, уже цементирующейся, но еще до конца не зацементировалась она, но не дай бог это может произойти. Так вот, Тау-Тау, вот этот самый полицейский, один из полицейских, вот, чье дело тоже рассматривается вслед за Дереком Шовиным, а они с его защитой предъявили иск, значит, городу. Почему? Потому что подняли опять эту историю, знаменитую со святым Флойдом, и выясняется, что все, опять же, было давление оказано на человека, на эксперта, который первоначально освидетельствовал смерти, и написал все, как оно было, а потом он вынужден был под этим давлением давать совсем другое. И смотри, интересная вещь, вот, ты много найдешь в мейнстрим-прессе об этом офицере и об этой истории? Практически ничего, я вынужден был искать сам, поскольку мне об этом сказали, то есть я в новостной колонке у меня это не выпрыгнуло, я вот об этом свидетельствовал. Это мы перевели, а исключительно это можно найти где-нибудь на American Thinker, или на Брейдборд, или буквально, ну, по пальцам посчитать эти средства массовой информации консервативные, где это пишется, но это же происходит, и получается какая вещь, что все, что не очень выгодно, оно просто замалчивается, либо ставится вот то клеймо, о котором мы хорошо с тобой... Игорь, но ты все-таки, чтобы ясно было для слушателей, опиши вот этот случай, потому что многие могут не знать коротенько, чтобы всем просто в двух словах. Я опять же предлагаю идти в континент почитать, ну вот, вот один из, значит, Тол Тао, один из четырех полицейских Миннеаполиса, обвиненных в убийстве, в кавычках, Флойда, подал петицию с обвинением штата в неправомерных действиях прокуратуры, проявившихся в дальней, давлении на свидетелей защиты. Если обвинения Тао верны, а они, безусловно, выглядят правдой, то получается, что штат позволил этому судебному разбирательству непоправимо уплыть в новый, в кавычках, храбрый мир господства толпы. То есть, мы знаем прекрасно, что, потворствуя вот этой толпе, которая, никакой бы другой приговор Шовенову, который был, не восприняло бы, вот это было сделано. Но, ведь на подходе дела остальных, его товарищей, которые были при задержании, и вот тут интересные получаются вещи, что они, ну, не готовы, опять же, идти на заклание. И вот, чем это все закончится, пока не знаю. Но вот, чем закончится наша первая часть передачи, я знаю. Сейчас мы уйдем на несколько минут рекламы, а вот потом продолжим. Да, потом мы еще о деньгах скажем, и вот этой расшивой теории. Деньги в основе всего, да. Плохо ли это, хорошо. А пока послушаем, что там интересного. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цесарским. Дорогие друзья, мы возвращаемся во вторую часть программы Игоря Цесарского радиоблог. И в этой части мы открываем эфир, поэтому, пожалуйста, наша линия открыта. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Если у вас возникнут вопросы, желание пообщаться с Игорем или его гостем, добро пожаловать 847-400-5200. Игорь, прошу вас, а я буду давать вам знать, как только будут поступать звонки к нам в редакцию. Класс, спасибо, Саша. Окей, Андрей, ну, о деньгах, о том, что самое существенное. Так вот, помнишь, ты сказал, что за всем за этим стоят деньги, за всей этой вот пропагандой, критической расовой теории, и ты был, безусловно, прав в том плане, что есть у нас определенные круги уже появились, поскольку сейчас в мейнстриме, вот, к сожалению, рулит вся эта тусовка. Они получают большие деньги на это. Ну, не нам рассказывать, нашим слушателям, они у нас образованные читают. Мы знаем, что сейчас вот президент Байден, он уже через Министерство образования будет распределять гранты школам и университетам, которые подпишутся на преподавание этой теории. Но, даже если мы закроем глаза на сотни миллионов долларов, которые будут выделяться вот сейчас уже в этом следующем году, еще до этого, еще при Трампе, об этом я речь веду, была создана уже на протяжении трех десятков лет мощная индустрия разнообразия, это, знаете, такое слово diversity или индустрия мультикультурализма, где десятки тысяч людей имели работу и они осуществляли контроль над тем, как вот это вот в кавычках расовое равноправие системы квот соблюдается в различных институтах, начиная от полицейского участка, кончая там школьным советом и обычным каким-то университетом. Так вот, вся вот эта индустрия, еще я повторяю, до Байдена, еще в 2017 году вся эта индустрия ворочалась в объеме восьми миллиардов долларов. Это 2017 год. Это что? Это вот как раз программы по переобучению людей, заставлять их каяться, семинары. У нас есть сотни таких групп, команды, которые разъезжают по Соединенным Штатам, они продают свои вот эти семинары покаяния там, скажем, пишут в какой-то компании и говорят, они хотели бы вы семинар по критической расе и теории или по разнообразии там. Пожалуйста, у нас пакет есть со слайдами, все, и если какой-то там коленопреклонный там президент компании или администратор университета говорит, да, мы согласны, мы можем записать в наш актив, они приезжают, с ними контракт заключают на сотни тысяч долларов. Вот я повторяю, 8 миллиардов долларов, это вся индустрия, это ужасные деньги. Потом же в этой индустрии, я еще повторю, здесь десятки тысяч людей занято, это рабочие, рабочие в кавычках, администраторы, мы помнишь, 20 раз уже говорили, что в каждом университете, в каждой крупной корпорации, в каждом штатном институте, там, полицейском участке, есть отдел, вот по equity, по равенству, или diversity department, отдел по разнообразию, а там есть обязательно заведующие этим отделом, а университетах, у него 5 или 6 помощников, вот, и у них уже сейчас есть своя ассоциация, она называется ассоциация работников разнообразия, вот так, association of diversity workers, так вот, вот, я говорю, слова, они вот эти слова перевертывают, кстати, об этом можно целую передачу сделать, как они словами говорят, так вот, в эту ассоциацию входит до 15 тысяч человек, это громадная сила, это бюрократия большая, то есть, они кушают хлеб, и хлеб не просто обычно, а с маслом, вот, и они никогда от этого не откажутся, то есть, нужно прямо здесь сказать, глаза, то есть, они не хотят, чтобы их обнулили, и вот то, что Трамп принял 22 сентября, он принял резолюцию своим этим executive decision, президентским решением, что мы отменяем эту критическую расовую теорию, ну, это для них трагедия была, поэтому Байден в числе первых мер, он ввел опять, он отменил от указа Трампа и ввел вот это вот преподавание там, ну, мы с тобой говорили, сейчас борьба развернулась, некоторые штаты приняли, другие отказались, еще, и завершая разговор о деньгах, хочу сказать, что все главные идеологи, которые проповедуют вот эту теорию, университетские профессоры, они обогатились на этом деле, например, вот этот вот профессор, который проповедует, Ибрагим Кенди, вот, он такое африканское, арабское имя принял, его зовут, конечно, там по-английски, какой-то там, чуть ли не Самуэл Джонсон, но он себя называет Ибрагим Кенди, вот он разъезжает тоже с этими семинарами, он создал в университете Бастона, кстати, специальный центр антирасизма, по антирасизмам, и он даже ратует, он у нас в университете тоже был, он ратует, знаешь, за что? За то, чтобы создать министерство антирасизма, которое будет верифицировать все политические, социально-экономические решения в Соединенных Штатах, то есть, насколько они соответствуют борьбе с расизмом. Окей, Андрей, я тебя прерву, если ты не возражаешь, у нас поступил звонок, попробуем его принять, хорошо? Да, да, хорошо. А вот как раз ты можешь картинку поставить, чтобы поглядеть. Вот этот милый человек, Ибрагим Кенди, который у нас в министерстве антирасизма хочет создать. Я понял. Алло, алло, слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот на прошлой неделе были эти хакерские атаки на нефтепроводы, бензинопровод, и сейчас поставки бензина у нас ограничились, и цены на нефть, на бензин повысились. Вот наши спецслужбы, и в том числе наш президент Байден говорят о том, что Россия тут вообще ни при чем. Как вы считаете, можно ли согласиться с мнением нашей спецслужбы, нашего дорогого президента Байдена? Спасибо. Интересный вопрос. Как ты думаешь? Ну, во-первых, чтобы они не говорили, я думаю, для пресса это не важно, потому что вот эта хакерская атака, я так подозреваю, эта группа каких-то, ну, отморозков, сейчас их много, она, конечно, была божьим посланием для администрации, потому что, несмотря на то, что он говорит, они, да, открестились, все, но, тем не менее, пресса оправдывает, которая симпатизирует демократам, она говорит, что вот цены повысились на бензин из-за этой хакерской атаки, атаки, потому что вот, но обесточили вот эту вот компанию, там, она называется, по-моему, Continental, да, вот, но интересный тут у нас, не связанный, конечно, с темой передачи, но раз слушатель об этом спросил, мы должны об этом сказать, дело в том, что цены на бензин, они уже выросли до этой хакерской атаки, то есть доставьте это все на обсуждение спецслужб и других людей, а вот в марте, у меня данные по марту, цены на бензин выросли на 3,5%, в предыдущем феврале они выросли на 2,9%, и вот начиная с декабря, да, еще при Трампе, потому что вертолетные деньги начали разбрасывать при Трампе еще там, к сожалению, так вот с декабря по март, если суммировать вот эти вот цифры, которые я вам сейчас назвал, цены на бензин выросли на 22%, это в среднем по Соединенным Штатам, конечно, в каком-то штате меньше, в каком-то больше, но в среднем по нашей парнице... продолжают расти при этом, они не стабилизируются где-то даже, а идут вверх, 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 и вот я могу добавить относительно вот этих хакеров и так далее, да, эту хакерскую группу, мы не знаем, кто за ней стоит, но понятно, учитывая, что они атакуют исключительно западные страны, то мы можем предполагать, откуда ноги растут. Ну, а потом мы попробуем принять еще звонок. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Скажите, пожалуйста, вот вам не кажется, что вот это вот недельное обсуждение абсолютно несуществующей проблемы, которая подкинута специально ведущими средствами массовой информации и лично президентом Байденом, а также всей демократической бандой. Вот это оно стоит того? Ведь даже если я открыто декларирую себя расистом, то что? Меня уволят с работы, меня посадят в тюрьму. Это уголовное преступление. Окей, ваш вопрос понятен, Андрей. Мы только об этом говорили. То есть мы как в разрезе нашей темы, в разрезе нашей темы, да? Вот ответ на вопрос. Да. Ну, это вопрос, ответ очень простой. Тут не то, что себя человек не объявляет расистом, а многие даже левые и либералы, которые ничего не имеют общего с расизмом, они становятся жертвами вот этой компании. Сейчас вот есть группа на интернете, она составила список только по университетам, сколько людей было уволено в США и в Канаде. Таких людей 148 человек, вот. В числе них 85% либертарианцев, консерваторов, и как на удивление есть левые многие, которые что-то неправильно сказали, выразились. Например, они там сказали, что не надо поддерживать вот эту расовую критическую теорию, а нужно вот поддерживать марксизм классический. мы с Игорем вчера как раз об этом говорили. Ах, он значит против православной теории, его тоже надо уволить. Да, справедливо. Вспомни несколько месяцев назад, я уже не припомню, когда конкретно, уволили из Нью-Йорк Таймс вот этого человека, который был 35 лет он работал там, он был ведущим специалистом именно в научной сфере этой газетной, то есть писал на эти темы и уезжал с детьми в Амазонку и прочие вот поездки, одна поездка последней ему боком вышла. А почему? Потому что он ребенку одному чернокожему, видите ли, не так ответил на вопрос заданный. Точнее, он ответил как нормальный человек, но сейчас как нормальный человек, если ты ответишь, неизвестно, чем это кончится. для тебя. Так получилось? Совершенно верно, да. Сейчас вот те, кто работает в таком пространстве, особенно в каких-то штатных, федеральных заведениях, в университетах, они объяты страхом. То есть каждый, вот это, ну будем сказать, такое, ну в американском исполнении мягкий 37-й год, когда люди шугаются друг к другу, смотрят, как я сказал, что я сказал, я лучше промолчу, а то мне это боком обернется как-то, потому что не знаешь, с какой стороны удар против тебя будет нанесен. И поэтому люди замыкаются и вообще стараются не говориться о политике, о расовых вопросах. Что получается? Вот по идее мы к чему приходим? Мы приходим к тому, что тут люди скоро будут бояться даже на кухнях о чем-то говорить. Я только так могу понять, потому что в Союзе была своего рода игра с государством. мы помним. Вот. Ну, у нас опять звонок, сейчас попробуем его принять. Слушаем вас. Алло, Игорь Андрея, это снова я. Вы немного не поняли мой вопрос. Я к тому, что вот эти ваши все, ну, то, что вы рассказываете, сколько людей уволили, я понимаю, что такие случаи идут повсеместно. Прошу прощения за шум. я понимаю, что идут по всей стране абсолютно такие акции, что людей травят, что за убеждения, за все такое. Но у меня вопрос. Не важнее ли тема вот этого беспредела, беззакония, чем сама проблема, которая высосана из пальца? Ведь проблема свободы слова, она, по-моему, намного острее стоит, чем несуществующий расизм. Я могу только согласиться, да, я извиняюсь, во-первых, что мы с Игорем не совсем поняли вопрос, я на 150% соглашаюсь с нашим слушателем и считаю, правильно он вопрос поставил, что нам нужно переводить вопрос из плоскости вокруг, мы обсуждаем этот несуществующий расизм, в плоскость свободы слова. Вот, фактическая плоскость, да. Наверное, может, вы пропустили начало передачи, потому что мы именно и сказали, что это продолжение нашего вчерашнего разговора, а он как раз в первую очередь был посвящен цензуре, свободу слова, и в том числе вот той самой первой поправки, потому что сейчас она работает очень выборочно, то есть она работает вполне для людей определенных взглядов, вот, которые вписываются в тренды нынешние, и не работают для людей, которые, в общем-то, иного мнения, если раньше в Америке это не было каким-то преступлением, могли вот схлестнуться, да, консерваторы с либералами, ну, и прочие другие там уже не основные группы. И смотри, Игорь, смотри, Игорь, я тебя перебью, как интересно меняются условия, а многие люди об этом не подозревают, ведь раньше мы должны признать, в 20 веке левые, не все, они боролись за свободу слова, и вот в университете Берклэ, так называемые новые левые, когда в 1965 году они начинали это движение, они боролись за свободу слова, сейчас же наоборот, левые говорят, что свобода слова это буржуазный предрассудок, прям по Владимиру Ильичу Ленину, когда, вот помните, философский пароход, 1922 год, что они требуют свободы слова, а мы их журналы закроем, почему, ну потому что все же знают, что марксизм это великое учение, и альтернатив не может быть, и даже памятник поставили Карлу Максу в центре Москвы, где надпись, помните, учение марксизма верно, как говорится, правильно, потому что оно верно, потому что верно, Ленин, все, точка, сказал и все, пригвоздил, хорошо, у нас есть еще звонок, попробуем его принять, добрый день, слушаем вас. Добрый день, скажите, почему столько шума из-за всяких этих вещей, у нас в стране было уже маккартизм, и ничего мы пережили, и переживем это. Маккартизм? Ну вот как раз о маккартизме, скорее всего, мы бы высказались в ином ключе, чем, наверное, вы предполагаете. Что я его... Да, Андрей, пожалуйста. Я понимаю, что наш слушатель имел в виду, и я виноват в этом тоже, я признаю, что я часто использовал слово маккартизм вот так же, вот как наш слушатель, но за последние пять лет я пересмотрел свои взгляды, люди меняются, я увидел, что тут вот тот нарратив, опять извините за такое ученое слово, или ту интерпретацию маккартизма, которую нам предлагала вот эта леволиберальная тусовка, он неправильен, потому что Маккарти, оказалось, поднимал верные проблемы, он говорил о чем? О засилии агентов НКВД, о засилии коммунистических агентов влияния в американском истеблишменте, и любой историк, который глубоко изучал эту проблему, у него волосы дыбом начинают вставать, насколько американская система во времена Рузвельта в 30-40-е годы была пронизана советским левым влиянием, что даже личный помощник Рузвельта по экономическим вопросам Лахлин Карри был агентом НКВД, что Алджер Хис, который был помощником, помощником государственного департамента, он был одним из основателей ООН, оказался агентом ГРУ, что Декстер Уайт, заместитель министра финансов, оказался агентом ГРУ, который дал Советскому Союзу вот эти пластины, чтобы печатать оккупационные марки в западной и восточной Германии, что дало 3 миллиарда долларов в Советском Союзе, были сотни агентов, к сожалению, это не теория заговора, и это было естественно, потому что 30-40-е годы при Рузвельте социалисты, левые пользовались большим влиянием, так вот пытался Маккарти, Джозеф Маккарти, клупнуть все это дело, он хотел этих людей выдавить из правительства, и частично преуспел в этом, но люди сопротивлялись против этого, вот скажем, демократический президент Гарри Трумэн саботировал политику Джозефа Маккарти, почему, потому что ему было стыдно и ужасно признать, что были сотни агентов, и даже отдельный представитель на высших постах, ему хотелось все это под ковер закрыть, и этих людей он по-тихому убирал, и поэтому убрали в конце концов Джозефа Маккарти, чтобы он не выносил ссоры из избы, я понимаю, что нас слушать или имеют ввиду, потому что тогда пресса, и это так всегда бывает, она говорила о том, что Советский Союз наступает, да, есть советская опасность, она, кстати, была, но знаете, как внизу люди реагируют, мы же знаем всегда, и справа, и слева можно таких людей найти, будем даже говорить объективно, я читал о таких людей, которые говорили, вот у меня вода плохая, у меня, наверное, коммунисты отравили колодец, то есть, были такие примеры, да, так у нас, я, извините, вот сегодня я лучше с такими людьми буду жить и их держать на привязи, чем с другими, которые громят памятник, громят магазины, тогда, да, я не видел, чтобы вот эти вот такие, будем говорить, отмороженные, там справа громили какие-то магазины, не было такого, не было погромов на улицах, вот, вот такой ответ на вопрос, пространство, извините, у нас линии горят, вот, как всегда, к концу начинается все более разгораться интерес, слушаем вас, добрый день, здравствуйте, спасибо большое за вашу позицию, я, как говорится, полностью согласна, вы нам очень хорошо объяснили, кто виноват, но вот на второй вопрос, что нам делать, чтобы это остановить, что вы можете посоветовать? Знаменитый русский вопрос, кто виноват и что делать, Андрей, пожалуйста. Да, ответ, вопрос четкий, и ответ должен быть четким, первое, где только возможно, не участвовать, не поддерживать это, если вы находитесь в коллективе, где вы не можете выступить, напрямую против этого, спускайте все это на тормозах, вставляйте палки в колеса, разговаривайте с людьми, где только возможно, об этом деле, разоблачайте, а в очередях в магазине, с каким-то знакомым, испыдывали, не напрямую, и самое главное, второй момент, переводите все в практическую плоскость, потому что левые, они хотят, в виде схоластики, все это заговорить, а просто переходите на практические вещи, когда говоришь о практической жизни, тогда все становится ясно и понятно, ведь все дело у них сводится, вот этих представителей, которые нам хотят навязать критическую расовую теорию, они нам систему код хотят навязать, вот давайте обеспечить там представительство черных, там вот их 13% у нас, там и мексиканцев, там 20%, чтобы вот в пожарном департаменте было у нас там 20% испанцев, 13% черных, а вы просто спрашиваете этого человека, а хотите ли вы, чтобы меня вез пилот, который сдал свой экзамен не по знанию, а по расе, а хотите ли вы, чтобы вас хирург оперировал, который в интернатуру прошел не по своим оценкам, не по своим знаниям, а по какой-то там национальной расовой квоте, там, а хотите вы, чтобы у вас машина собирала там инженер, который по квоте был куда-то назначен, назначен в какой-то компании, то есть надо все вот в этой практической плоскости, и тогда людям уже становится ясно и понятно, вот, вот я бы таким образом ответил на этот вопрос, и третий момент, последний, нужно, значит, у себя, где вы живете, если вы в Америке, смотреть, кого вы избираете в школьный совет, ведь в каждом штате, на уровне штата и на уровне графства есть школьный совет, избирайте нормальных людей, которые за конституцию, за индивидуальную свободу, и будируйте людей, то есть смотрите, следите, чтобы ваш школьный совет не прошли вот эти вот сторонники критической расовой теории, это очень важно, потому что все это сводится к тому, как мы влияем на умы молодого поколения. Да, но это ты очень важный момент затронул, мы в одной из передач давних как раз и говорили, вот, то, что надо бы на местах, чтобы делалось, потому что, как правило, мы всегда свой основной угол выбираем не то, что угол зрения, а объектом и критики и прочего, наши высшие круги, мы говорим о Белом доме, мы говорим о Конгрессе, обо всем, что там делают и не делают эти люди, но мы забываем, что на местах очень многие вещи происходят или за, или вопреки, и поэтому вашего ребенка, да, могут в вашем родном штате, в вашем родном городе, вилледже, где угодно изуродовать или наоборот нормальные люди, дать ему нормальное направление жизненное, потому что от школы много зависит, если брать вот эту знаменитую теорию расовую на вооружение, то вы понимаете, каких вы детей будете иметь у себя дома, независимо от вашего воспитания домашнего, так происходит, вот в этой связи я думаю, что даже то, что ты в состоянии делать уже, ну, правда, не со школьниками, а с людьми уже более взрослыми, это очень важный момент, потому что они слышат совсем другой разговор и, возможно, задумываются, есть такое, наверное, дело. Так или иначе, сегодняшняя наша передача подошла к концу, я благодарю Андрея Знаменского за то, что он нашел время и и был гостем, еще раз рекомендую вам послушать нашу вчерашнюю беседу, которая на ТВ-клубе Континент, ну, и оставайтесь с нами и, в общем-то, боритесь, насколько это возможно. А сейчас... Спасибо, Игорь, спасибо, дорогие друзья, было приятно побеседовать, пообщаться с вами, да, подписывайтесь на вот нынешний, здешний канал в Чикаго, на канал Континент и на мой канал, называется Magus West латинскими буквами. Всего доброго, до новых встреч, дорогие друзья. Счастливо. Счастливо.